МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я отнесу его туда, где ему будет удобнее и не так страшно. Хорошо, Мурзик? Сейчас. Согласно статистике, каждая женщина в год покупает в среднем около 20 пар колгот. При этом некачественные колготы могут вызвать дерматит, гинекологические заболевания, ну и, конечно, съесть значительную часть вашего бюджета. Знаете, у меня есть свой собственный опыт. Я как-то решила, чтобы два раза не ходить, как говорится. В сезон, когда колготы нужны, в магазине во время распродажи купила сразу 10 пар. Потратилась, но думала, что не зря. Знаете, как оказалось потом? Шесть пар колгот из этих десяти я порвала в попытке первый раз их надеть. И я, конечно, ужасно расстроилась. Поэтому уверена, Костенька, что с твоим опытом по выбору качественных товаров, Дашенька, и с твоим опытом, прекрасной женщиной, которая на ты с колготами, мы сегодня разберемся идеально, как выбрать качественные, безопасные и, конечно, красивые колготы. У меня по роду деятельности колгот тоже. Знаешь, если у сотрудницы банка, например, или у учительницы уходит 20 пар, у меня уходило раньше где-то 40, пока я сама не разобралась, наконец-то, каким же образом выбирать те колготы, которые не порвутся в первый раз, как у тебя это случалось. А вот сейчас я уже точно знаю, на какие вещи стоит обратить нюанси сразу при покупке, и это нестандартное растягивание продавцом колгот на руке. Ну, оскільки я тоже живу в оточенні барышень, то питание колготок для меня дуже актуально, оскільки я отвечаю за бюджет. Меня удивила моя бабуся, потому что это не так давно появились капроновые колготки, десь с 60-х, 70-х роков, и тогда это было почти роскошь. Их дарували, как великую цабе капроновые колготки. Так вот, когда они рвались, наши бабуси и тетя, мамы, они не выкидали колготки, а зашивали чем зашивали? Волоссям. Потому что волосина, она за своей структурой очень подобна до капроновой нитки, и если колор спевпадает, ну, например, русявые волосся и телесные колготки, то можно зашить, если у вас есть желание и наснага до этого. Я бы темная ходила к тебе зашивать, а ты бы за светлыми ко мне. Честно говоря, я понимаю, что вы подготовились основательно. Ноги – это понятно, макет для колгот, но зачем нам может понадобиться лак для волос и аквариум? Я при всей своей догадливости догадаться не могу. Что будет? Ну, версии, конечно, набрызгать ноги лаком и купать их в аквариуме. Тебе такое не подходит, да? Могу. Мы сегодня будем рассматривать самые ходовые колготы в этом сезоне, 40 ДН, но те правила и те секреты, которые мы сегодня раскроем, они подходят для колгот и меньшей плотности 20 ДН, и большей плотности 60. Когда мы говорим о колготах уже 80 и выше, там чуть-чуть другие законы действуют, потому что в тех колготах есть содержание и других материалов. Я вам расскажу 5 правил, которые допоможут даже тем людям, которые никогда не куповали колгот, ну, например, чоловики. Для нас это непритаманно. Не помилитесь о выборе колгот для вашей дорогой, или нареченной, или дружины, или просто подруги. И вот вам сразу секрет, в самом начале, как аперитив к последующим секретам. Для того, чтобы колготки лучше носились. И этот секрет знают все мои подружки, мама моя знает. То есть, я не знаю, мне кажется, что это из поколения в поколение женщинами передается друг другу. Колготки нужно выдержать 6 часов в морозилке. Вот что ты на это скажешь? Я был не один раз на заводе, в Украине колька фабрик выпускают женские панчохи, то они а не стверджуют, а не спростовывают это тверджение. Потому что науковцы не проводили специальных исследований с заморозкой. А вот моя дружина стверджает, что все же таки краще носятся те колготки, которые на колька годин клали до морозильной камеры. Ну вот, мы решили провести эксперимент. И что из этого вышло? Дивите, пожалуйста. Ось мои добрые знакомые, настоящие модели. Зина и Ира, близнята. Сейчас я даю каждой из вас по 4 пары колготок. Ось эти побывали в морозилке 6 часов. А эти обычные колготки. И вы проходите ряд випробований. Я специально для вас подготовил такий своєрідный квест. Если колготки рвутся, ну, вы не знаете, какие там перешкоди будут, то вы обязаны заменить их на целые колготки. И таким чином, после закинчения такого своєридного конкурса, мы подрахуем, у кого остается больше целых колготок, то эти колготки лучше поддерживают разные випробования. И мы таким чином узнаем, если действительно колготки после заморозки более выдерживали. Домовились? Так. Отже, на старт, увага, марш! Первое випробование начинается просто сейчас. Девчатам нужно одеть колготки так, как они это делают в повседневном жизни. Ювелирные прикрасы, персни и браслети – враги капроновых колгот. Вже на першем этапе рвется перша пара колгот, которые не пройшли обработку замороживания. Друге завдание – випробование блискавкой. Зині, вона зараз в зеленой курсе, и Ирі, в рожевій, треба взути бутильоны із застепкою блискавкой. Цей этап обидві пари колгот витримали стійко. Тепер девчатам треба пройти через натур, где будь-то може зачепити колготы сумкою, парасолькою чи полами свого одягу. Іра носить звичайні колготи. Її сестричка Зіна – колготи, що прийшли попереднє заморожування. Після третього випробування колготи не порвалися, однак на обох парах лишилося багато зачепок, тож девчатам довелося перевдягатися. Нарешті останнє випробування – похід в держустанову. Доки дівчата чекали своєї черги, обидві почіпляли свої колготки облавку і порвали. Отже, дівчата, покажіть, скільки у кого залишилося колготок? У мене дві пари. Це після заморозки? Так, у мене одна. Отже, ми бачимо, що колготи після заморозки дійсно більш витриваліші. Все-таки експериментальним путем ми доказали то, що Даша знала і пропонувала в качі секрета. Да, колготи, які побували в холоді определенне час, носяться дільше. То ли ми їх акуратніше носимо, то ли действительно... Може, еластичніше становиться ткані. В першу чергу ми повинні звернути увагу на упаковку. Перше, упаковка повинна бути. Якщо колготки без упаковки, то це вже перша ознака того, що ви можете наразитися на неякісний товар. Отже, це як паспорт для людини і розумні споживачі повинні звернути увагу, чий зазначений виробник на упакованні. Якщо є виробник, то це значить, якщо у вас виникли якісь претензії, ви можете їх комусь адресувати. Має бути адреса виробника, телефон чи то гарячої лінії, чи відділу маркетингу. Коротше, зворотній зв'язок обов'язково має бути. І це на упаковках добросовісних виробників обов'язково зазначається. Далі обов'язково пишеться склад, з чого складаються капронові колготки. Ну, зазвичай склад цих колготок – це лише два. Це поліамід, поліамідне волокно, і еластан, тобто це такий еластичний матеріал, або лайкра. Оптимальна кількість еластану – це 17-19%. Якщо менше 10-ти, 5-7, то це говорить про те, що ці колготки будуть дуже такими грубими, вони не будуть еластичними, вони будуть мало розтягуватися. Знаєш, як саме нікрасиве, це коли дівчина йде на кого-то, є стрілка, або коли є воті складочки. Вони, собственно, і визникають, якщо количество еластана і лайкра ниже положеного. Ніже положеного – це, скажімо, 10%, а то і ниже. А буває нижче. Якщо 5%, наприклад, пишеться на опакуванні, то це говорить про те, що еластан є лише на поязку. Якщо більше складників, то це вже більше щільні колготки, це може бути і мікрофібра, і бавовна, і різні додатки. Це вже не ті колготки, про які ми сьогодні говоримо. Власне, чому не називаються поліамідними колготками, а капронові? Капрон – це суміш поліаміду і еластану. Еластан додається для того, щоб колготки дуже добре розтягувалися. Отже, після складу обов'язково щільність зазначається. Це 40 ден, колір і рекомендації з догляду. Ну, рекомендації з догляду, все ж таки, це може бути, може і не бути. Але якщо така ягідка на вершині цього тортика є, то це непогано. І давайте зараз перевіримо, чи справді колготи із високим вмістом еластану добре тягнуться. От для цього у нас є такий круглий акваріум. Ну, це такий гіпертрофований, звичайно, прообраз жіночої ніжки. Але на заводі так і є. Там отакі ноги. І натягують, перевіряють, наскільки колготки розтягуються. Вручною? Автоматом. Але якщо вміст еластану більше 20%, теж треба з цим бути обережним. Я за кілька хвилин поясню, чому. Ну що, беремо 19%. Я придержу. Так. Не, так це легкотня, треба в ногу. В ногу? Да. Зараз буде і в ногу. Це ти якобуті на попу натянули. О, а зараз вже добре. О, зараз вже важче. Але, тем не мене, все равно. Але натягуються, подивіться. Це значить... Мені не думали, що колготки надевати легко. Ну якщо біля п'яти, ось такої ширини ноги, то це вже явно, що хвороба. Или це грабитель банка. Але ці колготки і з честью витримали наш тест. Вони добре розтягуються і не пішли ніякими стрілками. І, кстати, є ще такий важний момент. Очень багато жінки, в моєму окружінні, вони теж є, і считають, що як колготки хорошо тянуться, то можна взяти на размер менше. Це ошибка, тому що, коли ми беремо колготки на размер менше, вони і швидше рвуться, і, в принципі, перетягують в тих містах, в которых перетягувати не дозволі. Тому, пусті вони добре тянуться, але беріть свого размера. Це 19% колічності еластана. А якщо менше? Зараз побачимо. Ну що ж, давай знімаєш ти. Все-таки це мужська задача. Звільняємо. Ну, мені здається, що форма не дуже змінилася. Якщо були, такі і залишилися колготки. Тепер подивимося, які до розтягування колготки і з меншим вмістом еластану. Ну що ж, ці колготы можна вполне к себе в колекцію забирати, тому що вони видержали спитання з честью. Так. Мені здається, трішечки важче буде нам завдання, тому що, по ідеї, ці мають гірше розтягуватися. Тут 10% або, вважаєши, і менше. Тягнуться, але, я вам скажу, що можна спитніти, поки не натягуються взагалі. Вони шероховаті. Ну, вони і не порвалися, я вам скажу. Плюс внешній відсовжено другої. Несмотря на те, що плотність колгот одинаковая, і там, і там 40 ден, ці кажуться більш плотними, і не такими прозрачними, а значить, не такою ізячною будуть робити ножку. Таке впечатлення, що ми якісь хлопчатобумажні колготы натянули. Грубовато. Так що мені здається, що краще все ж таки заплатити на кілька гривень більше, але мати більш надійний результат. А тепер інтересно посмотріти, що з ними буде після того, як ми їх знімемо. Це завжди важливо показати. Попробуй зняти. Це колготки не для свідання. Але яка радість, коли зняли. О, от він і пузырь. Видиш, який образовався. Ну, от ми бачимо, що ця колгота, яку ми натягували, провисла, втратила форму. Але, до речі, іноді, от в магазинах продаються колготки, де вміст лайкри або еластану більше 20%. І іноді продавчині найбільш такі віддані свої професії агітують. Купуйте такі колготки, тому що вони роблять стрункою вашу ніжку, тут більше еластану. То я вам скажу, що це не зовсім добре. Тому що таким чином порушується кровообіг. Особливо, якщо ви довго носите ці колготки. Це зимовий час, розумієте, цілий день зранку і до вечора. І кожа просто не дышит. Це ж компрессіонна колгота. Як би це не вигляділо, може бути краєю і симпатичні, і робило ваші ножки стройні, але при цьому вхудшує здоров'я. На цих чудесних первих колготах, які ми славно натянули, також славно сняли і не заметили никаких следів, то є на колготах, у которых содержання лайкра і еластана 17-19%, також гораздо реже образуються затяжки. Але для того, щоб затяжки, зацепки і прочі неприятности на колготах образовувалися ще як можна реже, у мене є маленький секрет. Ці ефективність цього секрета ми проверимо прямо зараз. Але сначала маленьке предислов'я. Ти помніш, як як раніше, наприклад, в школі, якщо порвал, що говорили, що треба зробити? Нужно помазати лаком для ногтів, і тогда стрелка не пойдет далі, поки ти не зможеш переодити. Ось цей лак для волос использується як превентивна мера. Якщо взяти колготы, тільки що купленні, і збрызнути їх единоразово, зразу після покупки, витянув із пакета лаком для волос, він пригладить всі мелкіні ворсиночки, всі якісь якісь несовершенства, які можуть бути у абсолютно любой ткані, ці колготы будуть носитися гаразд дільше. І лак дуже быстро высохнет, вже зараз попробую. Його почти нельзя почувствувати. Никакой липкости, колготы, як і прежде, гладенькі, але, оказывається, тепер ще защіщені від зацепок. Гениально. Але для того, щоб це прямо зараз проверимо экспериментальним путем, а також все те, що ми розказували об ластані, і о його содержанні в правильних колготках, я предлагаю зробити эксперимент прямо здесь. У нас сегодня є 4 поможні, 4 очаровательні девушки, котрих я попросила надеть 4 пари колгот. Разні? Так, це все разные колготы. В 2-х із них содержание лайкры, то, которое ми рекомендуємо, 17-19%. В 2-х других колготах содержание лайкры всего 10%. І 2 пари колгот обрызганы лаком перед использованием, так, як я только що продемонстрировала. А смысл эксперимента в тому, що сейчас саме время позвать нашого нового эксперта Мурзика. 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 И предложить нашим очаровательным гостям Мурзика и его друзей подержать у себя на коленях. І спустя некоторое время ми поймем, кто из наших рыжих экспертов смог нанести наибольший урон и каким именно колготам этот урон был нанесен. Значит, нужно играть с котятами таким образом, чтобы у котят был доступ к колготкам. И таким образом мы увидим, на каких колготках больше затяжек останется. На тех, которые мы обработали лаком, или обычных необработанных лаком. И заодно мы поймем эффект содержания эластана или лайкры в колготах. Можно ли по внешнему виду колготок определить, насколько они качественные? Не просто по виду, по запаху колготок можно сразу же определить, насколько они некачественные. То есть методом исключения сразу же можно выбросить от себя те колготы, которые пахнут плохо химически, вот как, например, эти. Ну, я вам скажу, что запах колготок – это первая ознака их якости. Потому что капрон от народа, скажем так, от своего производства, он вообще безбарный. Это белое такое полотно, безколорное. И любые колготки фарбуют. Або в телесный колор, або в темный, в черный. Ну, бывают таки и зеленые, и желтые. Это уже в зависимости от запахов споживачей. Так вот, если фарбник якісный, то он не имеет любого запаха. Иногда даже известные бренды используют для того, чтобы приемность была. Такие отдушки. То есть ароматизаторы додают, ну, майже туалетной водой. Но если вы купите упаковку, и написано, что это известная фирма, и коштует оно, соответственно. Но открываете и слышите разный химический запах, то это, уважно, вы имеете право и с подробкой. И у моих девчонок есть куча историй, когда колготы на вид даже вроде как вполне нормальные, но с плохим запахом вызывали у них аллергию. Вот то есть у меня есть подружка, у которой прям высыпания были достаточно сильные на ногах, пока мы не разобрались, что дело как раз в колготах. А вот те колготы, которые продают без упаковки. Ну, то взагалі мы купуем кота в мешку, потому что начебто насыпом, начебто оно и дешевше. Но, по-перше, немає захисту, потому что контактует и с микробами, и с навколишним средовищем. По-друге, вы не знаете, кто вырубник. Вам никто не доведет, и вы не поверите, что эти колготы сделаны, например, на справедшем заводе, а не где-то в Китае, в подпольном цеху, або, как то говорят, в Одессе на Малей-Арнаутске. Обовязково дивимся на швы. Если у вас уже нет другого выхода, а под рукой только то, что продается в насыпь, то дивимся на швы. Я бы радился купить колготки, которые не с круглым швом сделаны, а с плоским швом. Вот, собственно, эти колготы у нас несут еще один отрицательный фактор. Вот видите, вот этот выпуклый, это плохой шов, потому что, во-первых, он передавливает, он оставляет просто элементарно следы на коже, он натирает ее, а во-вторых, круглый шов, как правило, используется для некачественных колгот. В хороших колготах шов всегда плоский. И, конечно, для того, чтобы сделать плоский шов, это требует больше остаткования, это другой уровень производства. Так просто машинкой прошелся, и все. Это значит, почти кустарное производство. Вот, пожалуйста, плоский шов, в отличие от круглого. И удобнее, и практичнее, и, как выяснилось, еще и залог качества. И еще там, где плоский шов, в большинстве случаев есть ластовица, так бы мовити. Это такая вставочка в местах объединения них. Вот, как бы это, воно, дивно не звучало, но это очень выручает наших шановных дам, потому что это и удобно, и полезно для здоровья. И эта вставочка обязательно должна быть не с капрону, а с другого материала, с бавовной. Если колготки имеют эту ластовицу, они более щильные, то они и бережут женское здоровье. И чтобы не быть голословным, мы обратились к фаховцам. И сейчас послушайте, пожалуйста, что сказал в программе «Все будет хорошо» лекар. Многие женщины идут на поводу того, что я лучше куплю 10 пар за цену одной хорошей пары. И вот здесь можно не только получить некачественные колготки, но и нанести вред своему здоровью. Если даже в области ластовицы нет натуральной ткани, в частности хлопка, который чаще всего используют, то женщина практически одевает на себя скафандр. То есть получает парниковый эффект. А если вам ещё приходится долго в тёплом помещении находиться в таких колготах, то если у вас и не было проблем, то иногда, к сожалению, неправильно подобранные колготы в такой ситуации могут послужить как раз той причиной, которая вызовет эти все проблемы. У каждой есть флора определённая во влагалище, а если есть проблемы с этой флорой, если есть там те же хронические баквагенозы или молочницы, то это может послужить причиной обострения данных заболеваний. Вот, правильные. И вот у тебя тоже, помимо того, что у них правильный шов, есть аккуратненькая, ровненькая хлопковая ластовица. Они удобнее сидят, лучше носятся, ну и, конечно, кожа в них дышит. Какие полезные и интересные советы. А если у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам по адресу Я, кстати, сама любительница покупать колготы всё-таки с маленьким, с тоненьким пояском, потому что я часто носила, например, что-то с заниженной талией, и, как правило, тоненький поясок мне был удобен, но он, во-первых, врезается, во-вторых, он менее удобен в носке, он может сползать. Вот идеальный пояс у нас находится в этих колготах, это 3-4 сантиметра. Есть пояса пошире. Вот этот вариант тоже носибелен и хороший. Вообще мне эти колготы очень нравятся. Но здесь он широковат и, в общем-то, может передавливать вам талию. Если повыше, как говорится, натянуть на саму талию, то такой широкий пояс поможет её сформировать. Так что иногда я выбираю колготки с таким широким поясом. У тебя такого не бывает, что он скручивается? Особенно если колготы чуть-чуть по размеру не добрали. Но, в принципе, да, может скрутиться. Вот это тоже один из недостатков, к сожалению, широкого пояса. Он может передавливать, может скручиваться. Поэтому всё-таки оптимальный вариант. 3-4 сантиметра, как рекомендуют специалисты и мы. А вот я ещё один сюрприз подготовил. Мы решили провести эксперимент на спортивном майдане. Выкликали справедливых велосипедистов. И взяли колготки и с круглым швом, и с плоским швом. И проверили, какие из них мощнейшие, щельнейшие. Вот, пожалуйста, подивите, что у нас вышло. Женки часто жалюються на то, что колготки капроновы рвутся в месте швив. Мы выбрали две модели. 40 ден. Одни с круглым швом без ластовицы, и другие с бавовняной ластовицей и с плоским швом. Сейчас мы находимся на велодроме, и вот эти молодые люди поможут провести этот эксперимент. Мы привязываем до железной поперечины одну часть колготок, а другую привязываем до велосипеда. И за моей командой хлопцы вирушают. У том месте, где колготки начнут рваться, мы остановимся и смотрим, сколько метров витримала та или иная модель колготок. Отже, начнем эксперимент. Пару с круглым швом я сейчас привязываю до велосипеда, что находится праворуч от меня, а леворуч привяжемо пару с плоским швом и бавовняной ластовицей. На старт, увага! Марш! Я засвідчую, що перші колготки із круглим швом порвалися на відмітці, ну, десь 4,5 метри, а інші колготки із плоским швом із ластовицы витримали не набагато більше, трішечки далі 5 метрів вони порвалися. Отже, шановні жінки, робимо висновки, що за результатами нашого експерименту не набагато, але все ж таки міцнішими є колготки із плоским швом із ластовицею. Необычне використання колгот, звісно, але цей експеримент наглядно доказує, що колготки з плоским швом і ластовицей, розглядув колготы зверху, давайте посмотрим і внизу, тому що для мене немаловажний фактор. Якщо носочок укріплений, а іноді і п'яточка буває, зараз, правда, такі колготы реже зустрічаються, але це світіттєвує о качісті чи не має значення? Це одна з головних ознак якості колготок, це саме щільність обробки носочків і п'ятки, тому що добросовісті виробники знають, що це якраз найбільш вразливі місця, де колготки оборгуться або протираються, тому що найбільше там тертя відбувається. І от якраз надійшла черга для цих чудових ніжок. І ми зараз подивимося з Дашенькою, наскільки якісно і щільно оброблений носочок. І знову ви взяли колготы одній плотності, при цьому у Дашеньки з уплотненим носком, а у Кості просто шов. Я вважаю цю хитрость производителя, здесь використовується більш темна нитка, яка здає впечатління уплотненого носка, але це не так. Це просто фарба, це визуальний обман, він ніяк не оброблений. Ну, очевидно, що у моих колгот носочок більше уплотнен, тому що не просвечиваюся здесь зона, і це значить, що наші ногти на ногах не змогут його прорвати. І шов тут більш ніжний, більш плоский, ніж у мене. Ну, вот плоский, а у Тебя круглий, да-да-да. Круглий, і це, по-перше, що буде натирати, і, по-друге, це гарантія того, що такий варіант колготок швидше порветься. Це я вам гарантую. А тут... Уплотнен. Додатково ущільнення. Тобто ми на ощупь почувствуємо, що ткань більш плотна, в тому місці, де знаходиться носок, а то і п'ятка, о которой ти говорила. А тепер є отличний совет, котрим, кстати, пренебрегають дуже багато жінки, думая якраз с точністю до наоборот. Для того, щоб колготы лучше носились і быстрее восстанавливали форму, їх треба стирати як можна чаще. В идеале, після каждой носки. Тому що тоді волокна колгот становяться більш еластичними, вони быстрее возвращаються в исходне положення. Естественно, речі йдет о тех колготах, які ми сьогодні рекомендували. Стирать лучше при температурі 30-40 градусів, лучше вручну, але якщо все-таки спешити і в машинку біраєте, у мене, наприклад, іногда накапливається сразу нескільки пар, і мені некогда їх постирати. Я їх тогда завязываю в какой-то мешочок, і є спеціальні тканеві мешочки, чи можна просто марлівий мешочок зробити самому. Бувають ще такі пластикові контейнери, які застегиваються, образовують небольшое пространство, і внутрі можна расположити деликатні вещи, в тому числе і колготы, які не будуть бултыхатися по всій стиральні машині, а так компактно постиратися. І программа деликатна про няму. Але я слышала, що колготы краще стирати не стиральним порошком, а мылом. Тому що стиральний порошок образовує гораздо більше кількість пену, і трудніє виполоскати їх. І потім дуже часто, буває, носиш ці колготы, і там вдруг якісь почеки, білі розводи. Білі розводи, конечно. А тепер давайте же узнаємо результаты нашого эксперимента. Да, я напомню, що 4 девушки зараз держат на руках 4 котята не просто ради игры. Ми проверяємо, наскільки лак для волос помогає колготам стати більш гладкими і избежати зацепок. І наскільки на це влияє количество эластана, содержащегося в колготах. Я попрошу помощників забрать наших экспертов. Надеюсь, ви хорошенько нашкодили там. А тепер давайте же посмотрим, що по итогу у нас получилось. Я напомню, що 2 пари колгот збрызнуты лаком, 2 пари колгот содержат більше содержання еластана, а 2 пари колгот менше. Встаньте, пожалуйста. Не знаю, як колготки, але ноги хороші у всіх. Дівчонки, ну скажіть мені, пожалуйста, якщо б ви себе ці колготки приобретали, остались ли б ви довольні їх качеством? Єсть у вас затяжки или нет? Єсть. Да? Ну, стрелки нет, только затяжки. Стрелки нет, затяжки есть. Скажіть, пожалуйста, які колготы достались вам? У мене колготы з большим количеством эластана. Мені понравилось качество, тому що, несмотря на те, що у мене найактивний, наверное, котенок був, стрелки не пошло. Да, були маленькі затяжки, але це, в принципі, по-моєму, нормально. А лаком для волос вы брызгали колготы? Нет. Нет? То есть большое количество эластана, але без обробітки лаком для волос? Результат – маленькі затяжки. Что у вас произошло за то время, пока вы играли с котенком? У меня сбрызнуто лаком і тоже большое количество эластана. Мені понравились колготки, практично нету зацепок і нету стрелок. Вообще никаких следов практически, да? Не, є чуть-чуть, но буквально пару штук, поэтому даже незаметно. А если так потянуть колготки, то все будет хорошо. Действительно не прилипли колготки к ногам из-за лака? Нет, не прилипли. Нет, не прилипли липкости? А как вы считаете, вот то, что вы сбрызнули лаком колготы, помогло избавиться от зацепок? То есть не допустить зацепок? Возможно. Какие колготы і какой котенок достались вам? В моих колготках мало лайкры і без лака. І какой результат? Много затяжек. І таких крупних, прям выдернуты. Я даже отсюда вижу маленькие дырочки. Да. Ну, получается, что это колготы с низким содержанием лайкры і без лака, і у них пока самый плохой результат із всех представленних. А вам достались колготы с низким содержанием лайкры і с лаком? Да. И какой эффект? Зацепок много, тесно. Вот они. А есть дырочки маленькие такие? Дырочек нету, есть только вот ниточки торчат. Ну, ты видишь, все-таки лак немножечко помогает даже колготам невысокого качества чуть-чуть дольше сохраняться. Спасибо вам большое, вы нам очень помогли. Присаживайтесь, пожалуйста. Как-то теперь без котят уже даже одиноко. Ну, и вообще, есть же совершенно чудесная маленькая-маленькая хитрость, которой пользуются женщины уже много лет. Прежде чем надевать колготы, использовать крем для рук. Смазать руки кремом или каким-нибудь лосьоном, просто для того, чтобы, если есть какие-то там шероховатости на руках, они никак не повредили наши колготы. Ты мне напомнила случай, это, наверное, одни из первых колгот, которые я покупала самостоятельно, уже будучи взрослой, на рынке. Ну, там такая хорошая точка, отечественные колготы, две женщины продают. И одна краше другой объясняет, и вдруг проговаривает мне секрет. А для того, чтобы они не рвались на пятках, чтобы не было от пяточек вот этих дырочек, я всегда кремом пятку смажу, а потом колготки надеваю. И для меня это было такое, как, думаю, это пятки могут быть такими шершавыми, мысль у меня промелькнула. Но потом я поняла, что проблемы могут быть всякие, и можно к ним подготовиться таким простым способом. Теперь я думаю, что мы людям с пильными усилями допомогли. Наконец-то мне удалось удивить чем-то самого Костю Грубича, эксперта вообще во всем. Спасибо огромное за эти эксперименты. Вам не придется эксперименты проводить. Вы точно знаете теперь, как выбрать качественные, безопасные и красивые колготы. Спасибо! Привет! Я радую вас видеть тут, на Ютюбе. Если вам понравилось, то оставьте свой комментарий и делитесь этим в социальных мережах. А еще подписывайтесь, и вы первыми будете видеть новое видео-шоу «Все будет добре». Субтитры создавал DimaTorzok